Мама. Да. Да. В кино. Кино снимаем. Перед объективом камеры многие дети скромничают и тушуются. Но у 9-летнего Вани Букова чувство тревоги и страха вовсе не из-за этого. Дело в том, что любой посторонний звук, громко сказанная фраза, даже тихий шорох вызывает у мальчика истерику. Вроде бы ребёнок развивался как положено. Всё. И огукал, и улыбался. В принципе, все вот эти первые начинания малышей, всё было. Потом мы стали замечать, что он переворачиваться не хочет. Нет попыток садиться. Выявить причины задержки развития врачи не могли. Неврологи уверяли, что мальчик немного ленится. И только 8 месяцев у зешейного отдела позвоночника показало у Ванечки смещение позвонков. Родители сразу же направили ребёнка на ЛФК и курсы лечебного массажа. Поздно сел, поздно пошёл. Ползать он вообще у нас поздно начал после того, как уже пошёл. То есть вот так у нас развитие шло. Не как у всех детей. Потом стали замечать уже задержку в речевом развитии. Тоже и уколы делали, и ездили по городам, то есть спрашивали, что с нашим ребёнком. Точный диагноз Ване поставили только 4 года спустя. У мальчика обнаружили атипичный аутизм. Дети с таким неврологическим расстройством не понимают слов. Чувствуют себя отрешёнными от окружающего мира. Тогда в жизни Вани началась бесконечная вереница курсов реабилитации. Мы не остановились, мы продолжили лечение, реабилитацию. Конечно, всё это идёт минимальными шагами, но развитие идёт. Что только не испробовали родители, чтобы социализировать единственного сына, прибегали к нестандартным методам лечения. А дельфинов любят. Мы ездили даже на дельфинотерапию. Он прямо улыбался им, целовался с ними. Лошадей любят. Тоже ипотерапию мы используем в реабилитации нашей. Пробовали, да, в садик выводить, но там ему, конечно, тяжело, он не справляется. Ему надо вот именно индивидуальное занятие. Угод назад Буковы нашли реабилитационный центр в родном Магнитогорске. Стали заметны изменения. Получает многогранное реабилитационное воздействие, работу с психологами, специальные виды лечения, занятия с логопедами, нарушение речи. Требуется длительное-длительное воздействие. Пока Ванечка только в начале длинного и тернистого пути, но мама рада каждому маленькому успеху сыночка. Он стал намного спокойнее и выучил новые слова. Мы видим результат, но, конечно, нужно постоянно здесь проходить курсы. Иначе, ну, как бы, у нас и так уже возраст, да, ребёнку уже 9 лет. Мы не хотим упускать вот эту возможность, пока ещё мозг может воспринимать, да, вот эту реабилитацию. Родители в борьбе с заболеванием не жалеют ни времени, ни сил. Но денег в семье в последнее время категорически не хватает, и Буковы вынуждены просить о помощи. Если вы в силах это сделать, отправьте СМС с текстом «Феникс» и суммой пожертвования через пробел на номер 900. Сумма спишется с банковской карты Сбербанка. Общими силами намного проще дарить добро тем, кто в этом нуждается больше всего. Центр педиатрии и неврологии «Дети Индиго». Современная медицинская помощь маленьким пациентам. В Центре прошли лечение более 6 тысяч малышей со всего мира. Благодаря ранней диагностике и новейшим разработкам мировой медицины, врачи Центра достигли высоких результатов в коррекции самых сложных неврологических и психиатрических заболеваний. Лечебные занятия и процедуры проходят в игровой форме. Врачам «Дети Индиго» важно, чтобы их пациентам было комфортно.